Ну вот, вы знаете, возвращаясь к теме вашего поста, я думал, это был комментарий по поводу решения все-таки Германии и союзников дать Украине леопарды, и что этот вот П заканчивается на С приходит к путинскому режиму в связи с леопардами. Ну вот и вопрос касательно танков, я знаю, вы выразились в свое время по поводу поставок западного оружия, вот в час по чайной ложке, ну не вы один, разумеется, ну и вот вы призвали, в частности, западные страны в Германию не бояться, просто перестать бояться и думать о красных линиях Путина. Ну все-таки этот страх, он остается, страх того, что Россия распадется слишком быстро и возникнет хаос, вот этого они должны бояться? Они боятся, но если Россия начнет распадаться, она начнет распадаться только из-за путинской политики, не из-за того, что Запад что-то сделает или чего-то не сделает. Путин заложил массу мин под это, он заложил под эту мину, кстати, о которой я написал в своей колонке в Deutsche Welle, опубликованной сегодня по поводу ЧВК Вагнера. Путин сделал все для того, чтобы Россия распалась. После Буча эта мысль меня не оставляет вообще ни один день, нету дня, чтобы я про это не думал, про то, какую мину заложил Путин под Россию, точнее, как он ее активировал. Мин это было до того, потому что люди, которые пришли в Бучу, Верпень, да, их там было несколько, ну, несколько десятков тысяч, неважно, да, но ясно, что это определенный срез, определенной части российского общества. И эта часть, это общество сделает такое же со своими соседями, представь себе возможность. Так вот, Путин в последние несколько месяцев героизации ЧВК Вагнера, героизации наемничества, героизации мужика в шлепанцах с автоматом взорвал то, что очень долго поддерживали, так сказать, их величество императоры всероссийские, потом генсейки, потом Горбачев, потом президент Ельцин, потом даже президент Путин в самом начале своего президентства. А именно, то, что Маркс назвал бы государственной монополией на насилие. Путин вот этой рекламой мужиков с автоматами, которые пошел, завербовался, пошел убивать, а дальше пришел, ну, все же понимают, что многие придут с автоматами, там один сдадут, другой отвезут домой. Вот, Путин, право оружия, вот это то, что Мао сказал по другому поводу, Мао Цзэдун сказал, винтовка врождает власть. Вот он подарил это ощущение власти куче людей. Не в погонах, не в рамках призыва, там, а вот через это, через ЧВК. Да, и люди это считывают, этот символизм очень хорошо. Не надо думать, что все вот эти люди в провинциальных российских городках это не понимают. Они, может, не смогут объяснить, но понимать они очень хорошо понимают, о чем идет речь. И дальше, если вдруг произойдет катастрофическое, например, военное поражение, если после ухода Путина, он уже рано или поздно уйдет, возникнет борьба за власть, в которой не будет быстро победителя, не будет быстро человека, который появится на телевидении и скажет, я теперь начальник. Если эта борьба за власть затянется, то ситуация начнет вот расползаться. Страна начнет расползаться. Вот я что не люблю, потому что это неправильно. Вот разговоров там в Украине о том, что начнется там Чечня, вот станет уходить или Татарстан, не в этом дело, первый какой-нибудь Хабаровский край уйдет. Или Чеченская область, абсолютно населенная, так сказать, славянами. Те, кто побогаче, те, где порешительный народ, ну, это Сибирь, например, где там масса, история там ссыльных и так далее, вообще ЗК, да. Ну вот объявят наши милиции теперь наши силы самообороны. А медь мы нашу в Чеченской области, вторые после Чили, запасы меди в мире. Будем продавать через границу, словом, китайцам. Получится или нет, это другой вопрос. Но в какой-то момент начнется, вполне может начаться, автономизация в России. Вот это не то, что кто-то скажет, мы выходим. Нет, просто налоги не будем платить. Мы не будем подчиняться вашему МВД. Так это и начинается, как было во время гражданской войны в России. Все эти там омские правители, директории, Самарские республики и так далее и тому подобное. Это, на мой взгляд, не единственный, но реальный сценарий, вполне. И Путин с Пригожиным внесли значительно больше вклад в это, чем все ЗСУ вместе взятые, честно вам скажу. И это мне это, кстати, доказывает, что Путин, в отличие от Ельцина, на самом деле, сколько он там не читал Ивана Ильина и кого-то там еще, он на самом деле чувства истории у него отсутствует. Он не понимает, он не может, поскольку он не может рефлексировать, он не понимает себя сам. Он, точнее, наверное, боится к себе заглянуть в глубины, но я не психоаналитик, я не буду анализировать Путина, мы и так его анализируем в 20 с лишним лет. Но то, как действует история, как работает российская история, как работает российская история, мне кажется, он не до конца понимает. И я думаю, в этом смысле чувака Вагнера это фактор, внутренний фактор российской жизни, российской политики. Я абсолютно уверен, что дофига народа в погонах сегодня от этого Вагнера утром просыпаются в холодном поту, самый пропутинский. Потому что они думают, боже мой, ведь да, сейчас эти люди нам подчиняются, они зависят от нашей логистики. Ясно, что Пригожин без логистики российских вооруженных сил будет мало чего значить. Но если все начнет крошиться, эффект будет сильнейший. И я не удивлюсь, что загорятся полицейские участки. Кстати, вся эта публика, вот эти все, которые идут по три ходки на зону, они ненавидят ментов, они ненавидят чиновников. И если только у них возникнет возможность. Первым загорится полицейский участок, губернаторский дом, в этом сомнений-то никаких нет. И пойдет вот красный, ну такие лихие мужички, знаете, как вот читаешь воспоминания про гражданскую войну. Вот это возможно, я не хочу сказать, что это хороший, я не хочу сказать, что это единственный, но это возможный вариант. И этот вариант еще два года назад. Я себе представить мог с трудом, я много ездил по России, много видел, не только по крупным городам. Немножечко посмотрел и провинцию, и свое впечатление у меня от нее есть. И когда на этот привычный, привычную бедность и привычный криминал и привычный аморализм наложится ощущение, что можно все, как у Достоевского, вот это будет такая крутая история, что мама не горюет. И я думаю, что какие-то люди, наверное, в российской элитке это понимают, но они сделать ничего не могут, потому что на каждого лежит папочка пресловутая с товарищем, так сказать, как его, господи, глава ФСБ, забываю все время, наследник Патрушева. Нарышкин? Нет, не Нарышкин, нет, Нарышкин. Бывает, но неважно, глава ФСБ, он и есть глава ФСБ. Бортник. Бортник, вот. Пчеловок, Бортник. Вот, и, соответственно, на них, на всех эти папочки лежат, значит, они пока парализованы. И только ощущение дикой катастрофы, я думаю, может как-то встрепенуть российское общество и путинский режим, тех еще оставшихся не сумасшедших внутри этого режима, или не совсем уж трус. Вот, и тогда, может быть, будет какая-то ситуация а-ля март 1953 года, хотя, надо прямо сказать, тогда тоже были трусы, они тоже боялись дядю Джо, но все-таки там и Жуков, и Булганин, и Хрущев, какими-то там негодяями не были, но они прошли войну. Они знали, что такое принимать самостоятельные решения, они, там, тот же Хрущев знал, так свистит пуля, да Брежнев знал. И они все-таки были людьми более самостоятельными, более привычными принимать решения, менее коррумпированные, в конечном счете. И поэтому, даже если в России будет какой-то март 1953, так сказать, the death of Stalin номер 2, бис, наверное, она может пойти по несколько другому сценарию, но это тоже возможный вариант. Если кто-то первый добежит до Останкина и объявит себя начальником, может быть, вот этого расползания не будет. Субтитры создавал DimaTorzok